Брюс Ли против Джеки Чана Что было бы, если бы две величайшие звезды кунг-фу всех времен сошлись в реальном бою? Кто победит, Брюс Ли или Джеки Чан, это спор, который бушует уже несколько десятилетий. Из всех звезд боевых искусств, которые за эти годы вышли на большой экран, нет никого популярнее, чем Брюс Ли и Джеки Чан. Их репутация двух величайших звезд в истории жанра просто неоспорима. Важность Брюса Ли для кино определяется тем, что он вывел фильмы о боевых искусствах на новый уровень популярности в начале 1970-х. Конечно, Брюс Ли не несет ответственности за создание жанра фильмов о боевых искусствах. Они были и до него, но он во многом способствовал популяризации боевых искусств в целом. То, что Брюс Ли принес в игру как актер и мастер боевых искусств, мгновенно превратило его в звезду в Гонконге. Выпущенный посмертно в 1973-м, фильм «Выход дракона» превратил Брюса в еще большую сенсацию. Он произвел настоящую революцию в направлении жанра до такой впечатляющей степени, что это положило начало эры, известной как эксплуатация Брюса, когда гонконгские студии снимали фильмы с пародистами Брюса Ли. По сей день эксплуатация Брюса происходит как в фильмах, так и в различных играх. Настолько велик его образ в боевых искусствах. Среди множества актеров, выбранных студиями на роль следующего Брюса Ли, был такой парень как Джеки Чан. В 1970-х Джеки Чан снялся в нескольких фильмах о кунг-фу, действие которых было смоделировано по мотивам фильмов Брюса. Но со временем выяснилось, что Джеки Чан был в своих лучших проявлениях, когда ему позволяли быть собой и находиться в стороне от Брюса Ли. И как только он получил возможность дистанцироваться от стиля фильмов Брюса Ли и создать свой собственный образ на экране, Джеки Чан стал ведущей звездой кунг-фу на протяжении десятилетий. Из-за соответствующей репутации актеров, многие размышляют над вопросом, кто из этих двух мастеров боевых искусств победил бы в реальном бою. И вот что известно о боевых способностях Брюса Ли и Джеки Чана, и кто, скорее всего, победит, если они сойдутся в бою. Брюс Ли и Джеки Чан никогда не имели конфликтов в реальной жизни, но они были знакомы и даже работали вместе в студии Golden Harvest. Джеки Чан был каскадером в фильмах «Кулак ярости» и «Выход дракона». Он также играл безымянных миньонов в обоих фильмах. В «Выходе дракона» у него было короткое столкновение с самим Брюсом. Во время сцены, где Брюс должен был сразиться с несколькими врагами, один из противников, которого играет Джеки Чан, прыгает на Брюса и хватает его сзади. Брюс с легкостью выходит из захвата и держит противника за волосы. Позже в той же сцене Брюс Ли берет в руки посох и использует его как оружие. В этом моменте Джеки Чан играет уже другого персонажа, который также бросается на Брюса. На этот раз он падает быстрее, чем нужно. Один удар палкой Брюса выводит Джеки Чана из строя. Спустя годы Джеки поделился закулисной историей своего опыта и объяснил, что он по-настоящему пострадал от удара. После этого Брюс продолжил сцену, но извинился перед Джеки Чаном, когда она закончилась. Брюс Ли и Джеки Чан являются экспертами в кунг-фу, но у них абсолютно разные стили. Фундамент Брюса был построен на таких видах кунг-фу, как венчун и стиль журавля. Брюс Ли изучал эти стили в юности и в конце концов создал свой собственный стиль — джит кундо, который помимо этих стилей вмещал в себя элементы западного бокса, савата, тейквондо, карате и многих других стилей. Джеки Чан обладает примерно таким же уровнем универсальности с точки зрения его мастерства в боевых искусствах. Как и Брюс Ли, он никогда не был привязан к одному конкретному боевому стилю. Прежде всего Джеки Чан занимался хапкидо — это корейская форма боевых искусств, южным шаолинским кунг-фу и винчун, хотя это не предел его знаний. И хотя у Брюса Ли и Джеки Чана был одинаковый опыт в таком стиле как винчун, то, как они сражаются на экране, сильно различается. Брюс имеет склонность к жестокости и скорости, тогда как Джеки Чан известен своей акробатикой и импровизацией. Джеки Чан известен тем, что превращает предметы вокруг себя в оружие, а также своими экстраординарными спортивными способностями, которые хорошо служили ему в его трюках. Эти аспекты его боевого стиля дополняли комедийный тон его фильмов. Брюс Ли, с другой стороны, больше сосредотачивался на ближнем бою и практических приемах. Один из наиболее распространенных аргументов, связанных с противостоянием Брюса Ли и Джеки Чана, заключается в том, что Брюс Ли победит, потому что таланты Джеки заключаются в основном в его комедийном стиле игры и трюках, а не в чистом мастерстве боевых искусств. Тем не менее, это несправедливое утверждение обесценивает некоторые из самых впечатляющих выступлений Джеки в боевых искусствах за его долгую актерскую карьеру. Например, давайте вспомним финальные бои, которые он провел с реальным бойцом Бенни Луркидесом. В таких фильмах, как «Закусочная на колесах» и «Драконы навсегда», эти сцены показательны тем, насколько силен Джеки Чан в боевых искусствах. Но несмотря на все навыки Джеки Чана, вполне вероятно, что Брюс Ли все равно бы одержал победу в бою один на один. В конце концов, и Брюс Ли, и Джеки Чан были обычными актерами, и мы не можем знать наверняка, насколько они сильны в реальном бою. Но тем не менее, у Брюса Ли все равно есть преимущество в реальном боевом опыте. Ведь ни для кого не секрет, что Брюс Ли состоял в подростковой банде в Гонконге и регулярно участвовал в подпольных боях, проводимых на крыше с другими учениками кунг-фу. Да и будучи зрелым, Брюс Ли также продолжал получать реальный боевой опыт. Например, можно вспомнить бой с Вонг Джекманом. Также Брюс Ли был известен своей скоростью, и реальные бойцы и спортсмены, кто тренировался с Брюсом, всегда подчеркивали, что просто не могли конкурировать с его скоростью. В то же время Джеки Чан был, конечно, быстрым, но нет никаких свидетельств того, что он мог бы сравниться со скоростью Брюса. И таким образом, несмотря на то, что у Джеки Чана было бы все необходимое, чтобы устроить хороший бой с Брюсом, шансы на победу все равно бы оставались на стороне Брюса Ли. А как считаете вы, кто бы победил в этом бою? Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. И не забудьте подписаться на наш Яндекс Дзен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА